Субтитры сделал DimaTorzok Ну, Бог дал нам пастора Геннадия Махненко, генератора сумасшедших, безумных, но реальных идей, поэтому, да, покой нам только снится Понятно, покой только снится, сказал Олег Боровлев, вице-президент благотворительного фонда Пилигрим, также администратор этого всего большого, не знаю даже, как назвать Ну, страна, это страна Пилигрим, страна Да, у нас есть свое государство бывших беспризорников, алкоголиков и наркоманов, у нас есть свое правительство, свой президент, свои деньги Пилигривни Кстати, хочу сказать, что они полностью защищены от инфляции, так что дорогие американцы... К чему приравниваются курсы... То есть можно инвестировать, да, в вашей стране? Однозначно, это самая лучшая инвестиция, это инвестиция в Пилигрим Ага, сколько один Пилигрим стоит на доллары? Ой, я сейчас не могу сказать, потому что мне надо связаться с нашим центробанком, да, но курс Пилигрим не все время растет Олег Боровлев, вице-президент благотворительного фонда Пилигрим И Николай, и Денис в нашей студии, но не только у нас сегодня Ник, оператор, и, как всегда, Тимур, наш рулевой, и наш флагман всего интернета И Алекс, который... И Алекс всем руководит На что существует сегодня ваше государство? Наше государство, вообще, скажем, наш фонд Пилигрим занимается очень многими проектами У нас есть детский центр Республика Пилигрим В который входит базовое здание реабилитационного центра Около 40 человек, около 40 детей самой тяжелой категории, которые вот только-только пришли к нам с улицы И четыре таких, как семейных дома, мы их называем Вот в Америке, по-моему, такой институт называется Фостер Хоум Когда наши сотрудники, семья, берут детей на семейное воспитание И это уже на уровень выше, это уже дети, которые более стабильные Один из таких детских домов для детей со СПИДом Восемь детей, которые имеют эту болезнь, этот статус, живут в нашем доме У нас есть около 30 взрослых реабцентров в Украине и в России Но основная часть в Украине, конечно У нас есть служение в тюрьмах, у нас есть служение в больницах Служение детям-инвалидам И 90% поддержки, которую мы получаем, это поддержка от обычных простых людей Сколько у вас сотрудников тогда? Целое чувствуется? У нас может быть, я думаю, где-то около 30 сотрудников, но у нас очень много волонтеров У нас очень активная церковь Вот именно пастор Геннадий толкает всех Как-то он проповедовал на тему «Церковь в проблеме» И он начал эту проповедь словами «Церковь должна быть всегда в проблеме» То есть там, где проблема, там должна быть церковь Нет, у нас тоже есть в церкви проблемные То есть это другое, да, проблемные церковь? И даже когда, ну вот, нас немножко потрясло, когда мы делали пикет под окнами наркоторговки Потому что у нас, ну, так-то обрыдло, может быть, кто-то слышал Барбиха или как-то её там звали? Абрамиха Абрамиха Да, когда мы по всему городу Чувствуется еврейка Да-да-да, масонские корни там На самом деле русская Русская? Да-да-да Это кличка, наверное И когда вся церковь вышла после служения, взяла гробы, взяла кресты и пошла по городу туда Нас очень удивило, что пошли все То есть Бог дал нам очень активную церковь А люди присоединялись, кроме церкви кто-то был ещё? Да, вот совсем недавно мы делали тоже опять пикет, потому что просто в наглую наркоторговку отпустили из зала суда Судья выгнала всех свидетелей, выгнала средства массовой информации И за закрытыми дверями сказала, что наркоторговка, всё, там, доказательства признать недействительными И освободила прямо в зале суда Мы за два дня буквально назначили опять пикет, привели туда людей Очень много было неверующих, очень много Мы давали, ну, вот контактный телефон мой И мне звонили ребята, явно наркоманы бывшие И как бы не стесняясь выражениям, говорили, так это возле там такой-сякой Говорит, я 10 лет положил, ходил к её окошку наркотики покупать Я обязательно приду И собралось где-то, ну, вот за два дня около 400 человек мы провели митинг И власти поняли, что, ну, лучше с этим не играться То есть на данный момент СБУ проводит проверку деятельности предыдущего судья Сейчас идёт новое расследование, новые заседательства проходят в присутствии телекамер В присутствии свидетелей Приезжали телевидение центральное, снимали целое расследование И власти понимают, что если церковь, если пилигрим куда-то входит в эту область То лучше, ну, и оттуда начать работать как надо Понятно Личный вопрос к тебе, Олег Ты вообще закончил Государственный технический университет, да? Это правильно? Это правда? Какой? Я закончил Государственный технический университет при Азовской При Азовской Да, ну и также я очень долго работал в информации Оператором, режиссёром, журналистом На телевидении? Да, то есть я проходил курсы, я проходил курсы социальной работы в Польше Как ты вообще попал тогда в это движение социальное, пилигрим, церковь? Я пришёл в церковь пастора Геннадия Махненко в 93-м году Начал служить вначале местоуказателем, затем в информационном отделе И затем вот всё больше и больше подключался к администрации То есть высшее образование твоё дало о себе знать, да? Ну, я думаю, да, надеюсь, надеюсь Надеюсь, да, что что-то помогло в этом плане, да? Потому что администраторская работа, я действительно посмотрел, сколько у вас там работы И программы, передачи телевизионные, и одно, и другое То есть как это всё соединить? Ну, у нас очень чётко поставлена работа Вот пастор Геннадий, например, придумал такую вещь, как доски заданий Используя гугл-документы, каждый сотрудник у нас из руководителей Пишет отчёт, и ему пишутся задания То есть пастор Геннадий у нас бывший старшина пожарной охраны города Москвы То есть там попадают, ну как и сотрудники, и ребята Например, ребята, которые живут у него в приёмной семье Каждое утро обливаются холодной водой То есть вне зависимости от желания, от погоды, температуры на улице Да, я вот это заметил Почему? То есть воспитание Да, физическое воспитание Как-то один из ребят решил закосить Прошёлся, как бы намочил голову в ванной и зашёл Но ему пришлось потом 10 раз обливаться То есть поэтому... Такие армейские условия, да? Ну это, опять же, это помогает нашим ребятам У нас очень специфические дети Не поможет им, если мы достали их из подвалов или откуда-то Вот посадить на лавочке и показывать на фланеллиграфе Им надо экстрим Ребята там с 5-6 лет в подвале И у них каждый день был экстрим Он просыпается, у него нет денег Не за что поесть Ему надо выйти на улицу Ему надо кого-то выпросить У кого-то обокрасть, забрать При этом ещё не попасться в милицию или в социальные службы То есть там и актёрство Мы когда ездили в рейды, ловим их Обязательно мы берём с собой милицию или взрослых ребят Потому что наши там подопечные начинают орать Дядя, тётя, спасите нас на органы крадут Мою печень сейчас вырежут И то есть приходят, да, и такие там Актёры Да, добрые дяди пытаются вмешаться И мы пытаемся им объяснить, что мы работаем с детьми А скажи цель, цель самой этой организации Или миссии, или центра Пилигрим Цель, для чего это всё существует? Для того, чтобы, скажем, привлечь этих детей И чтобы они прошли какую-то реабилитацию Ну и восстановились, и начали новую жизнь Или что-то ещё вы хотите Кто-то, может быть, какие-то семьи могли бы адаптировать Кого-то из них То есть главная цель или миссия этой организации? Мы имеем, вот миссия Пилигрим имеет особую специализацию Мы работаем с детьми, алкоголиками, наркоманами, беспризорниками Мы стараемся даже не брать обычных детей, которые, ну, почему-то остались без родителей Ну, скажем так, без вредных привычек Есть другие христианские приюты Мы вот именно специализируемся на этом Кроме того, конечно, у пастора Геннадия есть служение И очень много единомышленников в Украине, в России Которые призывают к усыновлению детей Потому что всё-таки самый идеальный случай для ребёнка — это жить в семье У нас очень много свидетельств, очень много того Мы видели того, что у детей и здоровье улучшалось, и поведение, когда они попадали в семью Много откликаются родители, которые хотят усыновить или удочерить ребёнка? Очень много Очень много, и, слава Богу, и в Америке много добрых людей, которые хотят взять к себе в семью ребёнка Но на данный момент законы в Украине, коррупция в Украине такова, что это стоит очень дорого То есть чиновники сделали из этого бизнес Чиновники забирают детей, пытаются правдами и неправдами забрать ребёнка И потом передать усыновителю, припутно собрав много тысяч долларов взятых Это если в Америку ты хочешь забрать ребёнка, а если там на месте, скажем, украинская семья? На месте это намного проще И поэтому мы, скажем, больше акцентируемся на национальное усыновление Очень жалко отдавать деньги на взятки чиновникам То есть намного лучше, чтобы какая-то украинская семья взяла ребёнка И, может быть, кто-то из людей из-за границы уже как-то поддерживал Ну мы надеемся, опять же, мы вошли в Альянс Украины без сирот Это такая очень крупная организация, которая действует на правительственном уровне Мы очень хотели бы, мы очень надеемся изменить законы для славян Которые хотят усыновить ребёнка Хотя бы для славян сделать льготы Потому что это просто сумасшедшее Но это бизнес на крови Когда семья хочет взять ребёнка Избавить его от тюрьмы, от болезней Дать ему будущее И в результате вместо помощи она получает преграды и намёки на взятки Скажи, а какой процент, скажем, таких уже реабилитантов То есть пройдённых курс детей Которые всё-таки успешно закончили И вот вышли, скажем Ну стали кем-то или освободились от всего И, в общем-то, нормализовались Ну мы подсчитывали где-то примерно Через наш детский центр Вот больше, чем за 10 лет Прошло где-то около 2,5-2,700 детей Которым мы пытались помочь Кого-то накормили Кого-то сделали документы У нас как-то мы взяли двоих ребят На улице у которых вообще не было никаких документов И для того, чтобы восстановить документы Получить какую-то отправную точку Мы поехали к судмедэксперту Который выдал справки Вот это существо мужского пола На вид ему столько-то лет По его словам зовут так-то И наши ребята смеялись Говорили, что единственное Единственное, что не вызывает сомнений Это то, что это существо мужского пола Но отталкиваясь от этого Мы нормально восстановили им документы И ребята начали жить дальше Сегодня цифры говорят сами за себя В России число бездомных Приравнивается к количеству бездомных Которое было после гражданской войны в России То есть такого не было даже после Великой Отечественной войны Это цифры такие в России То есть 200, 220, 115, 120 тысяч Вернее, каждый год беспризорных появляется в России То есть это огромные цифры Веллатур, который планирует пастор Геннадий Махненко Вокруг мира Прошел веллатур в Украине Очень успешно Сколыхнул христианство Сколыхнул правительство Одним из последствий этого веллатура Послужило то, что сейчас в Украине Появился уполномоченный по делам детей Юрий Павленко Президент назначил Это человек, который нацелен на семейные формы усыновления Он приезжает в область Он собирает руководство детских домов, интернатов И говорит, мы очень ценим ваш труд, спасибо вам Но мы будем двигаться к семейной форме усыновления Потому что, ну это безумие Вот, например, одна из цифр Отправил детский дом на 80 детей Государство туда выделило на ремонт 80 миллионов гривен То есть понятно, что разокрали, отмыли Распилили и тому подобное Распилили Да, но этих денег хватило бы, наверное, на то, чтобы воспитать 8 тысяч детей Поэтому, ну и поэтому для государства, конечно, намного выгоднее Чтобы усыновлять Как-то государство участвует в вашем проекте? Вот у нас очень хорошие отношения с городскими властями Они на протяжении уже многих лет оплачивают коммунальные услуги для детского центра И даже вот в те времена, когда только начинали работать И не было законов вообще, как действовать, что делать с этими беспризорниками, как их держать То мэр прикрыл нас, сказал, вы работайте, а я защищу вас от санстанций, от пожарников У нас действительно очень хорошо Недавно наша семья Евгения и Светланы Исаевых, которые усыновили 8 детей со СПИДом Они получили награду из рук Людмилы Януковича «Хрустальное сердце» Виктор Янукович еще когда был губернатором, он был у нас Ну как и тоже там вспоминает иногда, как нам говорят Но самое главное, чтобы нам не мешали То есть это уже лучшая помощь Сами справитесь Сами, да, с Божьей помощью, с помощью добрых людей, которых достаточно много на этой земле Сколько сейчас проживает детей, вот таких беспризорных в нашем центре? У нас, мы стараемся, чтобы у нас было не больше 70 детей У нас есть базовый центр, 40 детей и вот 4 приемных семьи Хотя было такое, что у нас вот в этом базовом центре еще когда-то там, ну несколько лет назад было 102 ребенка Ну это было просто ужас, они лежали на спальниках вот так один возле другого Мариуполь очень такой, очень хороший город для беспризорников Он находится на берегу моря Там есть несколько металлургических комбинатов Поэтому дети приезжали туда Там есть отдыхающие, которых можно ограбить Там есть люди с зарплатами, которых тоже можно ограбить, украсть, выпросить Но сейчас Мариуполь зачищен Только самоубийца-беспризорник приедет туда Потому что он на свободе пробудет, ну, наверное, не больше часа Милиция, наш какой-то отряд или просто люди позвонят, его тут же заберут в пилигрим Наш мэр получил даже грамоту от президента за вклад в борьбу с детской беспризорностью Мощно Я вот в интернете прочитал такие слова интересные Вот я могу зачитать их, да? Кстати, это на твоем ВКонтакте, да? Я же сказал, что мы полностью, в общем-то, про информацию доставили Олег Боровлев в ВКонтакте написал, значит, следующие слова Был в церкви недалеко от канадской границы И, конечно, не мог упустить такой шанс на захват территорий Приехал к нейтральной полосе, подошел к Канаде и сказал ей Канада, готовься, скоро на твою землю придет пилигрим И потом не говори, что тебя не предупреждали Как ты прокомментируешь вообще такие высказывания? Так, а что комментировать? Я уже все сказал Пилигрим, пилигрим, миссия усыновления должна идти по всему миру То есть вы конкретно нацелены здесь создать свои филиалы Как-то войти в церкви или свои собственные создать пункты? Мы имеем особенный опыт служения наркоманам, тем же, зависимым людям Здесь есть реабилитационные центры? Да, здесь в принципе, почему? Конечно, конечно, есть, но, опять же, мы имеем, может быть Мне кажется, что здесь настолько много наркоманов, что центров Надо, может быть, в сотни больше А сейчас, ну, приоритет номер один у нас, это все-таки Россия Россия сумасшедшая, действительно, цифрами беспризорников Недавно к нам приезжали ребята из Ростова, которые говорят, что там, ну, ужасное, что творится И по преступности, и по беспризорности У пастора Геннадия есть правило, что пилигрим принимает всех Любого возраста То есть у нас есть дети от младенцев, когда приходят мамы, часто несовершеннолетние, с детьми И у нас есть особое служение для них, особая комната, где они могут жить, побыть Скажем, родители наркоманы, или, скажем, мать-наркоманка, она оставила ребенка прямо в больнице Вы можете вот такого даже принять? Ну, мы принимаем, конечно, у нас практически у всех родители наркоманы Ну, такими, наверное, здесь еще не занимаются, Ленис Я не знаю, вообще, ты говорил, что вас принимают в церквях, так прямо с простертыми руками У меня что-то таких сомнений, вы, наверное, попали просто очень хорошо Потому что, на самом деле, здесь не любят об этом говорить, ну, честно говоря Насчет наркоманов, насчет того, что кто-то сидит в тюрьме А у нас здесь нет? У нас здесь наркоманов нет, и у нас в тюрьме никто не сидит из русских Так что это, я не знаю, откуда вы эту информацию взяли Я слышал, у вас филиалы здесь есть в штатах, да? У нас есть филиал, как организация, которая дает информацию Которая, ну, вот как координирует связь с нами Кстати, пользуясь случаем, хотел бы сказать телефон Эта семья является нашими представителями здесь, по этому берегу Запишите, если будут какие-то вопросы 360-910-3835 Я улетаю завтра утром, пастор Геннадий не дает долгих командировок Но если у кого-то будут вопросы по усыновлению Или кто-то пожелает связаться с пилигримом Звоните по телефону 360-910-3835 И мы обязательно с вами свяжемся Олег, я слышал твое выступление в церкви Ну, вот ты немножко рассказал о своем государстве Ну, о государстве пилигрима Но ты ничего не упомянул о поддержке То есть вы настолько хорошо там не существуете, а живете Что не нуждается ваш центр в поддержке Или же ты просто постеснялся это сказать? Ну, мне очень тяжело сказать, в чем наш центр не нуждается Опять же, исходя из того, что у нас есть дети Младенцы маленькие, есть дети на реабилитации Есть взрослые репцентры, есть тюрьмы Есть служение инвалидам, мы нуждаемся во всем Но, опять же, мы несем служение Богу И у нас пастор Геннадий говорит Для людей это привилегия участвовать в служении Ему То есть мы не просим, мы говорим Если у кого-то расположится сердце То можно зайти к нам на сайт Республика Пилигрим RepublicPilgrim.org Ну, я думаю, в поисковике это легко найти Связаться с нами и поддержать служение Но, опять же, это привилегия для каждого человека Служить на этой земле Божьему Царству Стесняюсь спросить А пастор Геннадий, он на зарплате? И вообще, большая у него ставка? Да, у него ставка сейчас перевести в пилигривни или в доллары? Я думаю, может быть... Давай в долларах? Но в долларах он получает где-то 130 долларов в месяц Да, нормально, хватает, наверное Но, опять же, слава Богу за добрых людей, которые... Ну, мы не оставались без еды, без чего-то Даже когда были кризисные ситуации, все равно кто-то привозил продукты, кто-то привозит одежду Из Америки идет хорошая поддержка по одежде, по продуктам, по посылкам То есть у вас есть американские, скажем, партнеры, да, которые спортируют... У нас есть друзья, да, которые постоянно, может быть, на протяжении многих лет Кто-то разово поддерживает нас А зачем ему вообще 130 долларов вот эти платят? Это чисто символическая какая-то сумма? Почему именно 130 долларов, не 150? Ну, у нас немножко, у нас немножко все-таки другие цены У вас другие цены? У нас, ну как, точнее сказать... В Мариуполе другие цены? Ну, я имею в виду, в Украине, например, у нас нет платежей таких за дома, как у вас Ты хочешь сказать, что на 130 долларов, то есть человек может спокойно прожить месяц? Нет, на 130 долларов человек не может прожить Я знаю, что рент в Киеве, где же гораздо дороже в центре, например, в Киеве, дороже, чем здесь у нас в Ванкувере где-нибудь в Кэмосе Ну, я думаю, что Бог знал, где начинать республику Пилигрима, начал ее не в Киеве Ну, Мариуполь тоже не дыра, правильно? Да, но у него есть свой дом, опять же, он скитался по квартирам Ну, если не ошибаюсь, он говорил, что около 40 квартир он поменял Потом люди из Германии собрались, определенная церковь купила ему домик, где он живет У нас очень большая часть волонтеров И опять же, мы живем, ну, я не знаю, как, пусть примут нормально определенные церкви Мы живем верой, и Бог действительно не оставляет То есть один из народных депутатов недавно прислал к нам машину, три тонны крупы Мы на этой машине и лагерь провели, и Пилигримов, и всех питали, и сотрудникам досталось Конечно, для сотрудников это достаточно тяжело, но Бог не оставляет Начать много вопросов по поводу зарплат, по поводу всего люди удивляются Что-то маловато, говорят, 130 долларов Послушайте, ну, у нас есть церковь, у нас есть благословение Вот, опять же, спасибо Америке, потому что она присылает одежду, пусть не новую, но она хорошая И практически все наши сотрудники, вот, одеваются в акцию Вот это я хотел спросить, вот человек, скажем, с минимальной зарплатой И вот, но он не может много, скажем, пожертвовать, но может он пожертвовать в месяц, там, 10 долларов Как-то это повлияет, скажем, сделает погоду какую-то в вашем центре Или с такой минимальной платой не стоит даже У нас есть человек в Сакраменто, который, ну, скажем так, поддерживает одного из наших ребят Саша Зенич, он беспризорник Он, у него такая большая семья была, потом его выкинули на улицу И он мечтает стать фотографом И вот этот человек из Сакраменто отправляет ежемесячно 20 долларов на него Для того, чтобы он развивался как художник и как фотограф Он на эти деньги, он покупает себе краску, он покупает себе, там, карточку, фотоаппарат И действительно, вот эти 20 долларов дают ему путевку в жизнь Честосердечно говоря, вы понимаете, что делать такую огромную работу без финансовой поддержки невозможно В Украине люди живут все-таки на много более низком уровне, чем здесь То есть для 100 долларов в Украине, для человека в Украине, ну, это сумасшедшие деньги Здесь, может быть, ну, есть часть людей, для которых они могут оторвать это от себя И, конечно, мы благодарны всем людям, всем, кто поддерживает по мере возможности нас Вот даже некоторая семья, там, был в гостях у семьи, он рвется в Украину Давайте я приеду служить, я буду полезен Мы будем рады принять, конечно, любого человека Но, опять же, мы стараемся послужить детям, чем мы можем Но их надо накормить, их надо напоить, одеть И все это благодаря вот людям, которые жертвуют от себя Бывают такие моменты, когда нечем накормить? У нас были такие, да, были моменты И причем наши ребята, пилигримы, достаточно опытные люди в добывании денег Говорили, пастор, так ты отпусти нас И мы тебе к вечеру сделаем месячный бюджет пилигрима То есть, ну, действительно Ну, не пользовались такими способами Нет, нет, не пользовались То есть, вообще, вообще, ребенок на улице, он имеет денег очень много Он имеет денег больше, чем высококвалифицированный специалист на заводе Так может не стоить их трогать Да ладно, а что им тогда не хватает? Да, я вот просмотрел видео на ютубе, на других Там, значит, несколько видеоматериалов, да много видеоматериалов Посвященных беспризорников на Украине конкретно В Киеве там и так далее То есть, это, ну, дети оборванные, грязные, вшивые Собаки там вокруг них, крысы Они валяются на улице, спят У них денег много Но они тратят их на водку и на наркотики У них проходят очень большие деньги То есть, они воруют, они грабят У нас, вот когда начинался пилигрим Банды беспризорников бегали по городу И их боялись все То есть, например, пятеро беспризорников на спор уложили пастора Геннадия Махненко Который, ну, как бы, достаточно крупный человек Есть система, один на одну руку, на другую руку На ноги двое ребят, пятый шарит по карманам Потом по сигналу убежали И с ними все, ну, никто не мог справиться Потому что милиция арестует их Не могут закрыть во взрослую тюрьму Закрывает приемник-распределитель Они на следующий день убегут То есть, реально, это была беда, с которой никто не мог справиться И вот мы начали как-то это зачищать Спасибо, что были с нами Олег, спасибо за эту информацию И если можно, я хотел бы поблагодарить Портланд и все города, которые находятся вокруг него За участие в служении Республики Пилигрим Хочу просто поблагодарить пасторов, людей за хороший прием, за открытое сердце И поздравить с рождественскими праздниками И помните то, что Рождество — это не просто подарки Это любовь, это проявленная любовь на деле К тем, которым она нужнее Программа подготовлена студией Slavik Family Совместно со Slavik Community-центром города Портланд, штат Орегон Наш сайт slavikfamily.org